Контролирует мяч и пас на Бен-Арфу! Очень хорошо в защите отработал Неймар и спас команду от неминуемого гола. А тут Йона Моллоб, бывшего игрока Сент-Этьена, меняет тренер Нью-Касла и выходит Гуфран. И вместо Снейдера также появляется Лавайси, вот это уже замена на атаку. Атакующую линию усиливает тренер Барселоны и какой момент! Главой, опасной главы в исполнении Нью-Касла, Гуфран, Диуф, Дебюши, Максвилл, Дедави, который вышел вместо Османа, Теоте, Бен-Арфа, Диуф. Диуф! И что же ты делаешь, Диуф? Странно, очень странно себя ведут форварды обеих команд в этом матче. Вместо того, чтобы бить, они начинают останавливаться и обыгрывать еще и еще. Отличная стеночка, Максвилл, нет. Съели Максвилл, который, кстати говоря, за Барселону играл. Перешел он в Барселону из Миланского Интера по причине того, что Мауринио тогда перестал его выпускать в основе. В Барселоне он тоже не всегда появлялся в Старке и вскоре был продан в ПСЖ, откуда уже и оказался в Нью-Касле. Перебрался в английский клуб. И Мария! И Максвилл, Максвилл просто красавец в этом эпизоде. И что это? Конец матча! Конец матча 1-0! Барселона проиграла на выезде. Так, смотрим статистику. Ну и давайте опасные моменты. Вот этот момент был. Дальше. Какой тут сейв Муслера, я просто не знаю. Вот этот тоже, смотрите. Либо это супер мастерский удар, либо это был на вес. Но мяч залетел просто красиво очень. И момент Болотели нам не показали. Это был единственный опасный момент у Барселоны сегодня. Вот статистика Владимира мяча. Он просто колоссальный. Ударов в створ ворота со стороны Нью-Касла не было. Но при этом они забили гол. Стронавата, конечно. Ну и вот все замены желтых карточек не было. Трамп, к счастью, тоже. Всем спасибо, кто смотрел этот мяч вместе со мной. С вами был я, Роман Савицкий. И до новых встреч.